Узнаем, какой она может быть, жизнь во Вселенной. Однако уже сегодня ученые бьют тревогу. Такой прорыв в космос может обернуться для нашей планеты непрогнозируемыми последствиями. И, быть может, звездная пыль, которую наши медики с удивлением обнаруживают на обшивке спускаемых аппаратов, вернувшихся из космоса, первая предвестница грядущего апокалипсиса. Рассекреченные архивы свидетельствуют о том, что еще в начале прошлого века был проведен эксперимент по скрещиванию человека и дельфина. Задача медиками ставилась амбициозная. Подмешивая рыбьи гены, попытаться улучшить человеческую породу, сделать его выносливее и научить дышать под водой. Чем закончились эти эксперименты, архивы умалчивают. Однако недавние научные исследования уже привели к сенсации. По одной из гипотез, люди, которые населяли нашу планету до наступления ледникового периода, то есть до появления нашей с вами цивилизации, могли быть водоплавающими. Об этом в проекте «Зоопарк во Вселенной» прямо сейчас. 1991 год. Побережье Гондураса. Местные рыбаки только что поймали акулу. Когда ловцы распороли ей брюхо, они замерли в оцепенении. В желудке рыбы были останки скелета неизвестного существа. Верхняя его часть была человеческая, а вместо ног – нечто напоминающее рыбий хвост. Рыбаки отвезли свою находку в местную научную лабораторию. Специалисты долго ломали голову над вопросом, кому принадлежат удивительные останки. При подробном изучении ученые обнаружили в его ушных раковинах костные наросты. Такие бывают только у рыб. У человека они формируются только в том случае, если большую часть своей жизни он проводит под водой. Как такое возможно? Акулу, в животе которой нашли странное существо, поймали в нескольких метрах от берега. Значит, человекоподобное создание тоже обитало в море. В ушных раковинах нашли такие костные наросты. А эти наросты, они появляются только в том случае, когда человек находится постоянно в водной среде. И сейчас эти костные наросты есть у некоторых, ну, современных, скажем, людей. Но они встречаются очень редко, и только у тех людей, которые постоянно занимаются плаванием или, например, там, ну, морским дайвингом, скажем так, да, который погружается на большую глубину. И, значит, вот зародилась такая теория, что человек произошел вот от такого существа, от человека-рыба. Кроме людей, Землю населяют другие необычные и, возможно, разумные существа. Их следы находят в разных концах земного шара. Кто они? Наши предки? Или представители иных цивилизаций? Откуда произошел человек и кто является его праматерью, в современной науке неизвестно. По одной из версий, наши предки вышли из воды. Водную теорию происхождения человека в 1960 году выдвинул английский гидробиолог Алистер Харди. По мнению ученого, одним из наших предков была большая человекообразная обезьяна Меоцена. Прежде чем стать земным, животное много миллионов лет обитало в воде. У нас имеются свидетельства, так называемых, там, видящих, да, или посвященных, да, о том, что существующие разумные цивилизации, они вообще, собственно говоря, к биологическим субсанциям не относятся. В 1928 году в одном из отечественных журналов публикуются первые главы романа писателя Александра Беляева «Человек-амфибия». По книге аргентинский хирург пересаживает больному пневмонией мальчику жабры молодой акулы. Перенеся тяжелейшую операцию, ребенок не только остается жив, но и получает уникальную возможность – дышать под водой. Книга вызвала бурную дискуссию. Впечатлительные современники заподозрили автора в том, что некоторые детали сюжета он не придумал, и что у главного героя, Ихтиандра, есть реальный прототип. Беляев настолько достоверно описывает операцию по пересадке жабр, что это больше напоминает дневник ученого-хирурга, но никак не фантазию писателя. Тогда появляется версия, что автор романа узнал подробности эксперимента по созданию человека-амфибии из первых уст. Были какие-то люди, которые могли, как сказать, ну, типа, вот, знаменитого рассказа, рассказа Александра Беляева, фантастического человека-амфибии, то есть были люди-амфибии, которые могли жить под водой. Возможно, современники Беляева были не так далеки от истины. Известно, что в годы работы над романом писатель познакомился с военным хирургом Артемием Мышкиным, который в 1903 году проводил реальные эксперименты по пересадке жабр животным. Подопытные крысы, кролики и собаки после операции приобретали способность дышать растворенным в воде кислородом, а значит, превращались в земноводных. Записи об этих экспериментах до нас не дошли. Однако известно, что уже с середины 20-х годов ведущие ученые мира занялись созданием сверхчеловека, который сможет подолгу находиться в воде. В 50-х годах американцы проводили целую серию опытов над человеком. Ему выживляли жабры от рыбы. Это было, значит, американские специалисты это делали, выживляли по-настоящему жабры, чтобы человек мог дышать под водой. Первым таким человеком было, у него даже сохранилось имя, Фредерик Фалейчик. Данные об этом необычном эксперименте хранятся в архивах медицинского центра Дьюкского университета в штате Северная Каролина. Операцию американцу Фридриху Фалейчику проводил хирург Иоганна Скилстра. Добровольцу сделали анестезию горла, затем вставили в трахею эластичную трубку и через нее заполнили легкий раствором, состав которого не удалось восстановить до сих пор. Известно только, что Фалейчик дышал под водой больше четырех часов. На этом вся информация об эксперименте обрывается. Судьба добровольца также остается загадкой. Возможно, Фалейчик умер вскоре после операции, а возможно и нет. Буквально через несколько месяцев местные жители заговорили о странном человеке, который живет в местной реке. Быть может, это тот самый Фалейчик, который все-таки выжил после эксперимента. О судьбе хирурга и его открытия долго не было информации. Однако вскоре в институте стало известно о том, что хирург Иоганна Скилстра работает на военно-морское ведомство США. Потом эти секретные опыты, которые были с вживлением жабера у человека, они были засекречены в Пентагоне. И проводились уже потом засекреченные какие-то опыты, которые, может быть, были связаны с применением у таких человека рыб, которые могли находиться длительное время под водой, применение в каких-то военных целях. А между тем, человеку изобретать ничего не нужно. Учеными доказано, на ранних этапах развития у человеческого эмбриона уже есть жабры. Последователи Чарльза Дарвина, естествоиспытатели Мюллер Фритц и Эрнст Геккель внимательно изучили развитие человеческого зародыша. И открыли биогенетический закон Геккеля Мюллера. По нему, каждое животное в стадии зародыша повторяет в развитии весь путь изменений, который прошли его предки. Так у зародышей млекопитающих, животных и птиц, на ранней стадии развития по бокам глотки расположены жаберные бороздки. И эмбрион человека – не исключение. Зародыш человека, когда рождается зародыш, у него есть жабра, появляются жабры. В течение первого месяца внутриутробного развития у эмбриона начинают развиваться руки и ноги. И вместе с ними хвост, и так называемые жаберные щели. Их зачатки изначально развиваются у зародышей человека, так же, как у зародышей рыб. Но у последних они преобразуются в жабры, с помощью которых рыбы способны дышать под водой. А у человеческого эмбриона с развитием жаберные щели видоизменяются и преобразовываются в ухо и щитовидную железу. В процессе развития зародыша они исчезают, и то, что исчезает, это превращается, вот сейчас, как они, железы называются, да, околощитовидные. Вот это, как бы, такие рудименты, это остатки тех, как бы, тех качеств человека, подводных людей, да, которые вот остались даже вот до сих пор у нас, у людей. Существование жаберных щелей у зародышей может свидетельствовать о том, что у млекопитающих, птиц, присмыкающихся и даже у человека, возможно, был один общий предок – рыба. Но эволюционный процесс способствовал тому, что человек утратил уникальную способность долгое время находиться под водой. Существование биологического организма на каких-либо-то ни было глубинах более 40 метров под водой вообще практически невозможно из-за проблем с транспортом респираторных газов, с насыщением, рассыщением организма человека. Какие тайны хранят океанические и морские глубины – неизвестно. Мы можем только догадываться, сколько там обитает необычных существ. Возможно, некоторые из них когда-то были людьми, а некоторые являются представителями иных разумных цивилизаций, которые постоянно пытаются выйти с нами на связь. Подводники, которые о морских тайнах знают гораздо больше остальных, говорят – космос освоен человеком лучше, чем самое мелкое в мире море. Юрий Квитковский – подводник с 30-летним стажем. В 1962 году экипаж его подлодки С-276 выполнял стандартные разведывательные задачи в водах Северной Атлантики. Плавание подходило к концу, и подлодка взяла курс домой. В районе Баренцева моря экипаж неожиданно услышал странный звук, похожий на кваканье лягушки. Он то отдалялся, то приближался, и вскоре стал совсем отчетливым. Ну, такой звук, он несколько схож с кваканье в лягушке. Ну, и так это для удобства. Ну, тогда звали квакерами, потому что не знали, как иначе назвать. Странное кваканье вызвало у всего экипажа головную боль и необъяснимое чувство беспокойства. Подводники попытались обнаружить источник необычного звука, но безрезультатно. Никаких объектов рядом с подлодкой зафиксировать не удавалось. Звук сопровождал подводную лодку всю обратную дорогу и исчез уже на подходе к базе, так же неожиданно, как и появился. Когда Юрий Квитковский вернулся на сушу, он долго не решался заговорить о том, с чем столкнулся под водой. Как признаться, что встретился с тем, чему невозможно найти объяснение? Наверное, не каждый. Потому что я, будучи командиром подводной лодки, и мои друзья, командиры подводных лодок, тоже грешили этим. То, что нам непонятно, необъяснимо, объяснять на берегу это страшное дело, почему не записал, почему не сфотографировал, почему там и чего, это десятки, сотен, почему, почему-то не выполнил. Я выполнил все остальные задачи, я вот это не могу объяснить. Поэтому лучше не сказать. Но между собой-то командиры, естественно, делились. Когда подводники выяснили, что каждый из них сталкивался со странным явлением под водой, они решились доложить об этом руководству. Тогда в Центральное управление ВМФ поступило почти сотня докладов. В них подводники подробно описывали, где и при каких обстоятельствах столкнулись с неопознанным подводным объектом. В штабе всерьез озаботились этой проблемой. Квакеры могли стать реальной помехой для выполнения заданий. Ведь основная задача подводных лодок на протяжении всего плавания и оставаться невидимой для других объектов. А странные звуки, распространяя на многие километры свои низкочастотные волны, в одночасье лишали лодку конспирации. В Центре ВМФ разрабатывали все версии. Звуки могли издавать гидроакустические системы, устройства психологического воздействия и даже неизвестные моллюски. Особо тщательно проверяли информацию о том, что квакеры – это специальные гидроакустические установки, суперсовременные разработки военно-морского флота США для обнаружения российских подлодок. Это система гидроакустического обнаружения подводных лодок. Как она действует? Можно было только догадываться. Ну, по его, он и догадывался по своему умозаключению. Было много противников, в том числе, что если даже эта система, то слишком дорогая система, что американцы ее не поднимут. Чтобы определить, является ли источник звука гидроакустической системой последнего поколения, подводники записали квакеров на пленку и отдали ее на экспертизу. Мы, значит, связались с рыбаками, а точнее, с научно-исследовательскими институтами рыбного хозяйства. Дали эти записи им, чтобы они проанализировали. У них там банк большой был данных, записи всяких биологических шумов. Ну, вроде бы они сказали, что таких биологических шумов у нас не было. И, судя по анализу, это не биология, это искусственные излучения гидроакустические. Позже мнения разошлись. Кто-то говорил, что это биология, кто-то говорил, что это не биология. Если предположить, что это все-таки искусственные автономные объекты, то ими должен кто-то управлять. Подобный эксперимент был бы слишком дорог даже для США. Поэтому версия о вражеской гидроакустической системе окончательно была отброшена. В то же время нашлось множество доводов в пользу того, что квакеры имеют биологическое происхождение. Звук преследовал лодки, меняя курс вслед за ними. Звук перемещался с такой скоростью, с какой по расчетам ВМФ не может передвигаться ни один из известных искусственно созданных подводных объектов. Но если это не приборы противника, тогда что? Или кто? Может, это разумные существа, которые пытаются привлечь наше внимание? Постепенно вот эти вот квакеры перемещались все севернее и севернее, и стали появляться в Норвежском море. И выше. Вот. То есть севернее. Самое главное – определить координаты, определить частоты, определить... Ну, по крайней мере, движущий, недвижущий это объект. Все попытки обнаружить квакеров успехом не увенчались. Кроме акустической записи необычных низкочастотных звуков, подводники ничем не располагают до сих пор. Исследователь Владимир Замарока уверен, необычные звуки издают океанические жители. А в глубине вод обитает древняя разумная цивилизация. Возможно, даже легендарные Атланты. В воде существуют, короче говоря, представители подводной цивилизации, без различных масок и так дальше. Встречаются иногда нашим водолазам, и те, кто ныряет и так дальше, и даже дарят подарки. По преданию, после страшного землетрясения и наводнения, огромный континент Атлантида полностью ушел под воду. Цивилизация Атлантов и уже зародившаяся в недрах ее наша цивилизация обрела этот самый грех гордыни, то прилетела комета Тифона, ударила по острову Платона, который находился, как описывают, в районе Бермудского треугольника. Значит, на землю опустилась стодневная тьма и тому подобное, и тому подобное. Вместе с сушей под воду ушли и ее жители. Но Атланты не погибли, а смогли приспособиться к жизни на глубине. И с тех пор стали подводной цивилизацией. Мы их потомки. То есть их не смыло водой, их не утащило под воду. Они ушли, трансформировались, и мы их потомки. Вот это понять. Поэтому, когда мы ищем остатки подводных цивилизаций, да, кто-то, кто-то из них остался, скажем так, амфибией. Кто-то остался на земле. И при этом сообщество осталось общим. То есть те, кто остался на земле, совершенно спокойно контактируют с теми, кто остался под водой, с амфимией. По легенде, Атланты были могучими и сильными. Их рост достигал 3,5 метров. У них был красно-коричневый цвет кожи и жабры, благодаря которым половину своей жизни Атланты могли проводить в воде. Им не нужно были нефтегаз. У них была другая энергетика. У них была энергетика заклинаний или мантр. Вот шепотом можно произнести что-либо. Но если это под Богом. Это Бог давал знания этих мантр. Некоторые исследователи считают, что Атланты до сих пор живут в океанических глубинах. А значит, существуют параллельно с нами. Скорее всего, представители иных цивилизаций гораздо выше нас по уровню развития. Об этом свидетельствуют многие находки. В 1956 году в музее Метрополитен в Нью-Йорке открылась выставка «Золото до Колумбовой Америки». На ней присутствовали американские авиаконструкторы. Их интерес привлекли несколько драгоценных фигурок по форме, напоминающие самолеты. По завершению выставки было решено провести более тщательное изучение золотых самолетиков. Выяснилось, что фигурки, которые на первый взгляд олицетворяют птиц, на самом деле детально повторяют реально существующие модели самолетов. Аэрокосмического с откидывающейся кабиной грузового воздушного судна для посадки на воду. И модель подводного самолета или субакваплана. Известный путешественник и ученый Эрнст Молдашев утверждает, многое из того, что сегодня изобретает человек, было открыто и создано задолго до нас. Другими цивилизациями. То, что мы видим, вот все эти чудеса в мире, это, конечно же, не дикарии. Это, конечно же, предыдущая цивилизация. Цивилизация, которая владела заклинаниями. Одно из семи чудес света. Пирамида Хеопса. Размер ее основания 230 метров. Высота 146 метров 60 сантиметров. Средний блок пирамиды весит 2,5 тонны. Более трех тысяч лет пирамида являлась самой высокой постройкой на Земле. До сих пор человечество не может разгадать тайну возведения этого шедевра древней архитектуры. Массу вопросов вызывает не только то, каким образом каменные блоки поднимались на такую немыслимую высоту, но и как доставляли строительный материал к будущей пирамиде. В центре пирамиды Хеопса на высоте 100 метров от основания находится плита 600 тонн из гранита. И каменоломня в Египте находится только в одном месте. Это Асуан. Асуан, там где находится каменоломня, находится на расстоянии 666 километров. И с этого расстояния притащили плиту 600 тонн до пирамиды Хеопса на камышевых лодках. Возможно ли было без подъемных машин и другой техники перемещать огромные глыбы на такие расстояния? Многие исследователи предполагают, что та цивилизация, которая построила пирамиду, обладала уникальными способностями. Только телекинез, только какие-то необычные технологии, возможно, заклинания смогли сделать эти чудеса. Ведь попробуйте, постройте пирамиды Хеопса с помощью тракторов, бульдозеров и все прочее. Никогда никто не построит. Ни за что. Более того, такая же пирамида находится под землей. Более того, под землей находится подземный город, руины которого можно видеть везде и всюду. И вокруг пирамид Хеопса и в других местах. В начале марта 2011 года международная группа исследователей обнаружила подземные лабиринты на острове Пасхи. Ученые получили возможность нанести на карту более 10 километров пещерных переходов. По прогнозам археологов, это может быть один из самых больших подземных лабиринтов. Исследователи не исключают, что в этих лабиринтах жили и до сих пор могут обитать разумные цивилизации. Ведь в пещерах ученые обнаружили многочисленные петроглифы, которые могли нанести первые обитатели этого затерянного в океане острова. Остров Пасхи 23 километра длиной, 15 километров шириной. Вы представляете, сколько там людей может уйти? Ну, человек, ну, 100 максимум. Покой подземного города охраняют величественные каменные истуканы, которые выстроились по всему острову. Их высота достигает 21 метра. Вес доходит до 120 тонн. Кто и как построил эти величественные сооружения, неизвестно до сих пор. Многие исследователи уверены, они были созданы задолго до появления нашей цивилизации, которая, по мнению Эрнста Мулдашева, на Земле, пятая по счету. Мы все это дело видели. И вот чем больше смотришь, Аня, вот на все эти чудеса, которые есть, тем больше не можешь понять, насколько же глупы современные ученые. Ну, как можно объяснить каменными топорами? Ведь даже Турхирдал пробовал сделать истукану с помощью каменных топоров. Ну, кроме вмятин, ничего не удалось оставить. На этом туфе, из которого сделаны, мы даже посчитали ориентировочное количество изготовленных в этом карьере истуканов. Их оказалось, вот по размеру карьера, почитали, их оказалось 2 миллиона 700. Было изготовлено для чего? И как? Действительно ли каменные фигуры охраняют покой подземных жителей? Это остается загадкой острова Пасхи, как и то, куда уводят подземные лабиринты. Существует версия, что входов и выходов у лабиринта несколько, и некоторые из них ведут прямо в Тихий океан. Однажды у берегов острова оказался и подводник Юрий Квитковский. Он вспоминает, когда наступила ночь, решили всплыть. В это время суток лодка не так заметна, и можно подняться, чтобы глотнуть свежего океанического воздуха. Когда я смыл на перископ, глубину перископ туда высунул над водой, ну и сразу же, значит, ты сначала осматриваешь ближний горизонт, потом переводишь там наблюдение на дальний горизонт. Ну, на ближнем горизонте вдруг заметил что-то такое типа овальные, растянутые овальные штуковины. Ну, нельзя сказать, что это тарелка. Ну, такой вот овал-то хороший. Ярко-оранжевого цвета, противного по своему цвету. Подводник от неожиданности принял светящийся объект за Луну. Моряки всегда ориентируются по звездам, и по расчетам Квитковского Луна должна была быть не прямо по курсу, а позади лодки. Квитковский оглянулся и обомлел. Луна была на месте. Тогда что за объект он видел прямо перед собой? Туда, смотрю, там Луна есть, далеко и нормальная, беленькая. Они бы хорошие. Опять туда на нее посмотрел, но не могу смотреть. Я, значит, Старпома. Старпома, Старпома, ну-ка ты посмотри. Старпома посмотрел. Тоже не понравилось, сказал. Тачководир, ну, воскрешим. Ну, смотрите сами. Я не знаю, что это такое. Я говорю, может быть, сигнал бедствия. Подводники предположили, что, возможно, где-то горит судно. Экипаж стал проверять, не звучит ли в эфире сигнал бедствия. Но там была полная тишина. Командир принял решение двигаться по направлению к необычному свечению. Яркое пятно не двигалось с места, и по расчетам Квитковского, плыть до него на подводной лодке нужно было около получаса. Но приблизиться к свечению так и не удалось. Сколько лодка не двигалась, светящийся объект не становился ближе. Полчаса идти-то точно. Всплываю, прямо по курсу, опять эта же штука. Опять погрузился, опять пошел на нее. Ну, в общем, так три раза шел. Потом, значит, понял, что это не терпящая авария судна, что это непонятно что. Но такая, говорит, гнетущая была на меня эта... Вот эта вся какая-то атмосфера давила. Тоже, говорит, такое же чувство страха вызывало. Вскоре светящийся шар поднялся в небо и застыл. Спустя еще несколько минут он стремительно ушел под воду. Вернувшись из плавания, Юрий Квитковский немедленно доложил в штаб о странном объекте. Оказалось, за последние месяцы подобных рапортов от подводников поступило около 20. Тогда было принято решение создать при штабе ВМФ специальную группу, которая бы занималась исследованием подобных явлений. Была создана при разведывательном управлении аналитическая группа по наблюдению за аномальными явлениями в атмосфере. Наша группа фактически разработала документ, инструкция по действиям экипажей кораблей военно-морского флота и самолетов при обнаружении, при наблюдении неопознанных летающих объектов. Была разработана инструкция, которую обязаны были соблюдать все экипажи подводных лодок в том случае, если они столкнутся с необычными явлениями или объектами. Перед каждым плаванием проводился строгий инструктаж, и только после него экипаж подлодки мог заступать на дежурство. В этой инструкции красной линией проходило о том, чтобы экипажи кораблей и самолетов ни в коем случае не предпринимали действий, которые бы могли спровоцировать эти объекты на ответную реакцию. Это было вызвано тем, что параллельно с нами летчики ВВС также очень часто обнаруживали эти объекты. Но вот такой бесшабашный характер их поведения приводил к тому, что было несколько случаев трагического исхода. Подводник Игорь Барклай может вспомнить немало случаев, когда приборы фиксировали передвижение странных объектов вокруг подводных лодок. Он уверен, это были не морские обитатели и не чужие суда. Это были существа или объекты неизвестного нам происхождения. Ничего подобного человек пока не создал. Они двигались на сверхвысоких скоростях и ослепляли ярким светом. Ни законов гравитации, ни сопротивления воды для этих объектов просто не существовало. Быть может, эти неуловимые существа – творение цивилизации, которое во много раз превосходит в развитии человечества. Были случаи, отмеченные неоднократно, когда эти неопознанные летающие объекты уходили под воду, выходили из-под воды. То есть, таким образом, мы, в принципе, пришли к выводу о том, что природа этих объектов, в принципе, одинаковая, электромагнитные принципы их действия. И они могут, они универсальны и могут действовать в различных средах, и в воздушной, и в подводной. Собрав и проанализировав данные о необычных явлениях, исследователи выделили несколько мест, где чаще всего было зафиксировано появление неопознанных летающих и подводных объектов. Среди них Бермудский треугольник, Азовское Баренцево море, остров Пасхи и японский остров Йонагуни, что в 100 километрах от восточного побережья Тайваня. В 2004 году местные аквалангисты обнаружили там уникальный подводный город. Ученые уже назвали эту находку открытием века. Предположительно, возраст подводных сооружений – 10 тысяч лет. Это некие огромные, надо сказать, просторы под водой на глубине от 20 до 40 до 50 метров, которые, мало того, что они строгих геометрических форм, они явно несут на себе какие-то, ну я бы сказал, рукотворные или машинотворные детали. То, что мы видели по фотографиям, которые нам удалось добыть до того, как мы поехали, ну не давало особого представления. Ну какие-то там вот такие вот, какие-то вот такие штуки, размером с футбольные поля. Герман Мадылевский побывал в подводном городе в 2004 году. Ничего подобного аквалангист со стажем еще не видел. Загадочные скальные террасы и гигантские каменные блоки, лестницы и огромные лабиринты просто завораживали. Но кто и каким образом под водой построил город из массивных каменных плит? Это полукруг именно. Какие-то желоба, вот примерно такого диаметра в граните идет прямо, метров сто, потом под прямым углом поворачивает направо, еще идет двадцать. Какие-то отверстия, довольно глубокие, насколько глубокие непонятно, но узкого диаметра примерно вот такого, в какой-то правильной последовательности насверлены, и они довольно глубокие, да, ну насколько непонятно, в них не залезешь. Ступени, но ступени вот как бы не для людей, наверное, как для механизма, потому что ступени широкие, большие, их много. Для чего предназначались эти загадочные сооружения, тоже не выяснено. Некоторые исследователи считают, что одна из частей подводного города по форме напоминает космодром. И все это удивительно на таких ровных форм. Я про себя как-то это... Я про себя сразу как-то окрестил это космодромом. Почему? Потому что, ну, широты вроде такие удачные для выхода там на орбиту. Ну, насколько я знаю, космодромы там строят в тех широтах. Вот. Потом все это было абсолютно не предназначено для жизни людей. Ну, или каких-то существ, похожих на людей, не знаю. Вот. Все это явно было предназначено для каких-то механизмов, потому что, ну, все указывало на то, что там что-то такое было очень масштабное, большое и техническое, технологическое. Сегодня ученые всего мира находят следы неизвестных страниц истории. Но чьей? Человеческой? Или эти артефакты были на Земле задолго до появления нашей цивилизации? Люди наталкиваются на них во всех уголках Земли. Египет, остров Пасхи, Мексика. Историк разведки и путешественник Андрей Синельников уверен, Открытием, которое сделал и еще сделает человек, мы обязаны другой цивилизации. Она каким-то необъяснимым образом передает нам свои знания. За столько лет мы не сделали резкого рывка вперед. Кто-то дал практически готовый рецепт фон Брауну. Кто-то дал практически готовый рецепт, ну, как рассказывает Менделеев, я проснулся и в голове у меня была таблица Менделеева. Кто-то, вложив в голову таблицу Менделеева, он проснулся с готовой таблицей Менделеева. Вот, скажем, рецепт водки он долго разрабатывал, за что и поучил академика. Вот, сорокоградусный. А с таблицей Менделеева он проснулся сразу. Циевиковский проснулся сразу с идеей межпланетных полетов. Николай Морозов проснулся сразу с идеей путешествия во времени. Кто-то их, кто-то им давал, открывал глаза на это. Вот в этом загадка. Это карта Пири Рейса. Она названа в честь своего создателя, турецкого адмирала. Ее предположительный возраст почти 500 лет. Карту нашли в 1929 году на территории бывшего османского государства. В записях картографа есть упоминание о том, что карту Пири Рейс срисовал с более ранних источников. Что это были за источники, сегодня неизвестно. Но составить карту такой точности можно было только воспользовавшись специальной техникой и методом аэросъемок. Недоумение современных ученых вызывает и то, что на карту нанесена береговая линия Антарктиды, которую откроют только через 300 лет, в 1820 году. Означает ли это, что о существовании Антарктиды знали задолго до ее официального открытия? Некоторые исследователи уверены, до 1820 года моряки старались обходить стороной этот загадочный материк. И не из-за сурового климата. Они считали, что ледяная земля давно заселена другой цивилизацией. Сейчас уже почти сомнений ни у кого нет, даже у самых стойких скептиков. Тем более, что если коснуться истории, истории вот этой проблемы, то американцы первые подошли к этому делу, когда в районе Антарктиды в 1947 году, сразу после фактически окончания Второй мировой войны, американский известнейший исследователь Антарктики адмирал Бёрд во главе эскадры американских кораблей двинулся туда на изучение Антарктиды. В 1946 году американцы начали готовить научную экспедицию для изучения материка. Через год экспедиция высадилась в районе Антарктиды. В конце января 1947 года в Антарктиде началась авиаразведка. Известно, что экспедицию спонсировал военно-морской флот США. В ее состав входили подводные лодки, авианосцы, военные эсминцы, самолеты и больше четырех тысяч человек экипажа. Возглавлял экспедицию адмирал Бёрд. Эскадра из более чем десяти кораблей, боевых кораблей военно-морских сил США под руководством адмирала Бёрда, это известный исследователь Антарктики, военный адмирал, военно-морской офицер в адмиральском звании возглавлял этот поход, эту экспедицию. Начались масштабные исследования, пробы льда и анализ возраста всех образцов, изучение побережья и океанологической работы в морях, омывающих континент. Но неожиданная экспедиция, рассчитанная на полгода, спешно сворачивается уже через два месяца работы. Адмирал Бёрд докладывает в Главное управление ВМФ США о том, что вся эскадра подверглась нападению мощного врага. В случае войны, заявил Бёрд, Америка может подвергнуться атаке врага, который имеет способность летать с невероятной скоростью с одного полюса на другой. Эта экспедиция наткнулась на подступах к Антарктиде, на завесу каких-то неопознанных летающих объектов, которые мы риневрировали с бешеной скоростью над ними. И в результате этого электронного воздействия, оружие было, электронное воздействие, выходило из строя оружие этих кораблей американских. Короче говоря, половина эскадры была потеряна. Корабли были уничтожены, и они вернулись в усвоясь и ни с чем. После экспедиции Берда стало ясно, под толстым слоем льда могут находиться целые города, где базируются НЛО и живут их создатели. Иная разумная цивилизация. Неведомый город Антарктиды соединяется с другими подземными лабиринтами и неизвестными городами, которые расположены в глубинах земного шара. Целые километры подземных, скажем так, хранилищ, по которым ходят даже проложенно-железные дороги. Огромное количество подземных бункеров, подземных ходов, подземных переходов. Опять же, неизвестно, то ли это во время Третьего рейха было сделано, то ли это, когда начали исследовать, наткнулись на ходы подземной цивилизации. Существуют рассказы о том, что вокруг Москвы можно совершенно спокойно подземными ходами пройти из Москвы, скажем, в Звенигород. Из Москвы в Тулу. Вы видите уникальные кадры. Подземная Москва. Трубы, тоннели, колодцы, бурлящие реки. Группа диггеров движется в направлении Кремля. Сейчас они под Боровицкой башней, в самом мистическом месте подземной Москвы. Говорят, что здесь часто появляются привидения, а в грунтовых водах плавают неизвестные животные и мутанты. А еще диггеры ощущают в этих подземельях незримое присутствие сверхъестественных мистических сил. Вестика проявлялась в том, что нас периодически останавливал какой-то барьер. Мы подолгу шли по ходу, по которому можно было бы пробежать, можно сказать. То есть очень осторожно шли, что-то мешало, что-то как бы останавливало такой воздушный барьер. Нужно было, может быть, адаптироваться таким образом. В общем, сама природа вещей, она неизвестна. Мы называем это взгляд в спину в подземной Москве. Каждый день мы торопимся по своим делам и не задумываемся, что под нашими ногами существует гигантское пространство. Непознанный подземный космос. От поверхности Земли до ее центра более 6 тысяч километров. Шутка ли? Ведь это расстояние по прямой почти как от Хабаровска до Москвы. Его можно преодолеть за 6 суток на скором поезде. Или за 7 часов на современном самолете. Можно ли утверждать, что в таком гигантском пространстве нет места для жизни, для существования других цивилизаций? У нас была цивилизация атлантов. Эти были люди примерно, значит, 5-7 метров ростом. До атлантов существовала цивилизация лемурийцев. Рост поздних лемурийцев был 10 метров. Значит, ранние лемурийцы были 20-метрового роста. Существует предположение, что не все древние цивилизации исчезли навечно. Их отдельные представители, предчувствуя апокалипсис, уходили под землю по специальным лазам, которые они предусмотрительно выкапывали столетиями. То есть люди, значит, были слишком самодовольны. Люди становились, значит, ну, появлялась гордыня, нос кверху и пошло-поехало. И вот это убило эти цивилизации. Но лучшие из этих цивилизаций ушли в подземный мир. Но подземный мир приютил не только эти лучшие цивилизации. Есть информация, что на глубине до 100 метров существуют вирусы-убийцы, змеи-мутанты и даже человекоподобные монстры. Возможно, они результат генетических экспериментов 20 века. А может, появились задолго до рождения человечества. Вся территория бывшего Советского Союза, включая Алтай, Урал, Сибирь, Дальний Восток, пронизана тоннелями. Подземные дороги пересекают всю Западную Европу, Америку, Юго-Восточную Азию, страны Ближнего Востока. Вся наша планета испещрена подземными лабиринтами. Но ведут ли они к центру Земли? И с какими опасностями и препятствиями в будущем встретятся первые экспедиции, погружаясь под землю на тысячи километров? Это покажет время. Что если Землю пронизывают лабиринты, в которых обитают иные цивилизации? Кем и для чего возводились подземные города? Что за существа постоянно выходят на связь с людьми? Ответов на эти вопросы человечество пока не нашло. Но наши соседи постоянно напоминают о себе, подбрасывая человеку свои достижения, повторить которые нам до сих пор не под силу. Лабиринты и идолы острова Пасхи, пирамиды Египта, неопознанные объекты и подводные города. Сегодня ясно, существа, которые смогли выжить на дне океана и в глубинах Земли, в сотни раз превосходят нас по развитию. И, возможно, человек до сих пор не встретился с ними лишь по одной причине. К встрече с высшим разумом мы еще не готовы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова